В Кремле заявили о готовности жить под санкциями еще 5-10 лет, Россия уже давно пребывает в этом режиме и достаточно адаптировалась к новым реалиям, такие временные трудности нас не пугают, мы готовы к тому, что попытки сдерживания экономики продолжатся, вот почти процитировал сейчас заявление, сделанное во вторник, предсекретарем президента Песковым, Так он прокомментировал слова чиновника от Евросоюза, который чуть ранее высказал предположение, что санкции для РФ это надолго и они не будут сняты ни при каких условиях, во всяком случае быстро сняты не будут, ну короче вы поняли, да, в Кремле готовы жить под санкциями 2 ближайшие пятилетки, тут важно понимать, что в Кремле готовы, нет правильно, а чего им париться-то? В жизни чиновников ничего существенного не изменилось, разве что яхты к азиатским берегам перепарковать пришлось, а так у ребятишек все по-прежнему, баня, водка, гармония, лосось, поэтому они-то готовы, а мы? Это реальная журналистика, улыбаемся и машем тема сегодняшнего выпуска, поехали! Ну и по традиции переходим к делам нашим, скорбным, в смысле спускаемся с небес на землю, россиян стали чаще привлекать за фейки об армии и ее дискредитацию по уголовке. Как подсчитал коммерсант, за первые шесть месяцев 2023 года силовики возбудили и передали в суды 21 дело по статье 207.3 УК РФ, это публичное распространение. Заведомо ложных сведений о вооруженных силах, итог, 8 подсудимых приговорили к реальному лишению свободы, еще троих к условным срокам, оставшихся десятерых к огромным штрафам. Ни один из приговоров не был оправдательным, издание также отмечает всего же. За шесть месяцев текущего года таких дел суды рассмотрели больше, чем за весь 2022-й. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Если без Стёба удивляться в данной ситуации не имеет смысла, очевидно, что репрессивную политику государство будет проводить и дальше, во всяком случае, пока. Больше скажу, государство вынуждено это делать, ну хотя бы потому, что оказалось на данном этапе не в самой выгодной для себя позиции. А через полгода выборы президента, который нужно провести кровь из носу, причем с максимальным соблюдением демократических процедур, хотя бы с их видимостью в идеале. Естественно, хотелось бы сделать так, чтобы со стороны оная выглядело как праздник-праздник, что вряд ли получится. Вот и шугают народ, дабы неповадно было, дабы сидели особо ретивые, тише воды ниже травы и не отсвечивали. И с этим как раз мне все ясно, эта политика, я другого не понимаю. Я вас внимательно слушаю. Больше всего в данном случае я не понимаю наших же соотечественников, которые почему-то называют себя патриотами, но которые вот этому всему радуются. Все соцсети ведь забиты комментариями. Так им и надо, мочи врагов мало дали, ну и тому подобное. Хочется задать вопрос, а чему вы радуетесь-то? Это ведь наши с вами сограждане, наши соседи, наши одноклассники, наши друзья, коллеги, родственники. И почему, кстати, эти люди вдруг стали для вас врагами? Все их преступление заключается лишь в том, что они думают по-другому, они не шпионы, иначе сидели бы по шпионским статьям. Они не изменники, иначе сидели бы по статьям об измене Родине, они, повторюсь, точно такие же граждане России, как и все остальные, которые работают на ее благо, которые платят налоги во имя ее развития. Ну все же все понимают, в смысле понимают, за что именно эти люди попали под каток, да я и выше озвучил. Для особо одаренных тогда еще раз радуемся-то по какому поводу? Бей своих, чтобы чужие боялись вот этому. Блин, дурдом. И некоторые кукарекающие петухи сделали ряд заявлений и покинули нашу страну. За это мы, конечно, отдельно благодарим наших, так называемых, западных партнеров, потому что это очищение. Знаете, мне всегда казалось, что патриотизм неразрывно связан с любовью к Родине в общем и в целом. Не по частям, вот это люблю, а вот это нет. Нет, а вообще, как в человеческих отношениях, да, если человека любишь, ты его принимаешь со всеми его недостатками. Больного, здорового, косого, хромого, кривого, пьяного, странного, неважно, ты его любишь всякого. Любовь к Родине выглядит, по-моему, точно так же. В конце концов, Родина это что? Это ведь не только елки и березки, это не только территория, очерченная на куске бумаги на карте красным карандашом. Родина это еще и твой город, в котором ты живешь. Родина это автобус, в котором ты едешь утром на работу. Родина это сосед, наконец, который стреляет у тебя сроку на опохмел. Да, это любовь к своему народу, а не только к отдельным его представителям. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Нет. Поэтому, если ты делаешь громкие заявления из разряда «я патриот», будь любезен, соответствуй. Даже само слово «патриотизм» знаете откуда берет начало от греческого «соотечественник». А еще патриотизм предполагает как чувство гордости за достижение твоей страны, твоего народа, так и чувство стыда. На минуточку за какие-то ошибки это не я придумал. Но у нас же все с ног на голову перевернуть постоянно пытаются. Нам нужна отмена запрета на цензуру. Да, это так. Потому что, на самом деле, если мы этот запрет не снимем, то мы будем утопать в бесконечных дискуссиях, да, хорошо или плохо, которые подчас работают как раз-таки на популяризацию порока. Вот это кадры с форума «Здоровье и безопасность детей», который проходил в Москве на прошлой неделе. На видео некая Элина Жгутова, глава сомнительной, на мой взгляд, общественной организации «Иван-Чай». Я бы ее вообще сектой назвал. Ну да ладно, мы отвлеклись. Общий посыл данного спича. Ребята, государству надо взять дубину и вбивать, значит, этой дубиной в людей раболепие. Для тех, кто не знает, что такое раболепие, угодничество, низкопоклонство, халуйство. Правда, всякие Жгутовы почему-то называют оное воспитанием в соответствии со основами государственности, укреплением традиционных ценностей. Ну, я же говорю, она больше на сектантку похожа. И проповедует-то, собственно, ценности, скорее напоминающие нетрадиционные сектантские, ну, знаете, такие «осхие гуру, и мы должны этому гуру поклоняться». Как же она изначально, эфир, изначально эфир называлась, да, я на одном из публичных выступлений оговорился и сказал «Сфера». Приехал в Кремль и бывшему начальнику, руководителю Роскосмоса познавился, говорю, «Видим, извини, я оговорился, значит, там вот проект, сказал проект «Сфера». Он говорит, да, есть проект «Сфера». Я говорю, как, я же оговорился. Он говорит, нет, мы уже все переписали. Громкое дело о секте Виссариона начали рассматривать в Новосибирском суде. Лидера церкви Нового Завета и двух его сообщников обвиняют в посягательстве на права граждан с применением насилия, в том числе психологического, причинения вреда их здоровью. Среди потерпевших по делу люди с психологическими расстройствами, поэтому суд будет идти в закрытом режиме. Отметим, на первое заседание приехали рядовые последователи Виссариона, которые уверены в его невиновности. Мы бы хотели, чтобы учителя оправдали, принесли перед ним извинения. Ну, нахрен. Причем воспитывать Жгутова предлагает людей с самого детства и на протяжении всей жизни. То есть самостоятельность и индивидуальность отменить. Даже у взрослых, вот это очень важная часть посыла дамочки. И всей семьей на молебен. Во славу царственной особы три раза в день. Ну, типа того, короче. Естественно, что мы же не можем отдельно взятый орган лечить. Весь организм будет при этом заниматься опороченными какими-то привычками. То есть это понятно, что дело это комплексное. И я считаю, что государство должно воспитывать родителей. Процесс воспитания не должен заканчиваться 18 лет. А родители, воспитанные государством, должны воспитывать правильно своих детей. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел. Понимаете вообще, что происходит, нет? Да все по Оруэллу, и это уже никакая не теория заговора, от которой еще совсем недавно отмахивался даже я слишком часто. В последнее время о таких вещах начали говорить публично. Достаточно вспомнить депутата Гурулева, например, с его заявлением недельной давности в эфире государственного на минуточку телеканала «Россия-1». Напомню. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Теперь вот эта сектантка из «Иван-Чая» пургу несет, да ту же Мизулину, доносчицу, ведь недаром постоянно показываю, ну во всяком случае в крайних выпусках, с ее откровенно антиконституционными и даже античеловечными заявлениями. Вот это и к слову, как мне кажется, вообще какое-то психическое заболевание, да вы посмотрите на нее. Спасибо и на агенту за самый лучший пиар в истории, лучше и не придумаешь. Лиц нет, одни свиные рыла, как у классика, но что печально, эти свиные рыла вдруг в какой-то момент поставили себя выше остальных, сами поставили, провозгласив собственные тушки некими элитными патриотическими, а значит теперь им можно хамеек всем вокруг, ярлыки на людей развешивать, этот иноагент, тот предатель, да нет, ребят, вы не угадали, быдло, а тем более доносчики никогда не считали с элитами нигде, даже в России, в самые суровые для нее времена в действительности. Ничего общего с патриотизмом вот это все не имеет. Приспособленчество вот так было бы правильно, и людей, которые оная продвигают массы, я бы называл именно так, приспособленцами. А вообще, если человек такой весь из себя патриот, чё он не пойдет куда-нибудь в военный госпиталь, например, прямо сейчас, у них там засада и медсестер не хватает, почему не попросятся волонтерам, пусть дерьмо, простите, зараненными выносить помогают или простыни, а бос... не стирает, но нет. Они этим не хотят заниматься, конечно, доносы-то писать проще, да лозунгами дешевыми в соцсетях разбрасываться, всё, переваривайте, это была реальная журналистика сегодня, вот так, подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, в соцсетях тоже жду, в друзья добавляйтесь, темы предлагайте, поднимем, обсудим, пока-пока.